Привет, друзья! Я Веселый Джин. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твое желание. Всем привет, мои внучатки, чертятки, котятки, просятки. С вами я, бабушка Рыни. Ну че там, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, знаете че, бабушка от всей души и от всего сердца поздравляет вас с первым сентября, кто сегодня идет учиться. Вот, теперь вы опять на годик, так сказать, в новый класс, в новый год, короче, туда идете. Ну че я вам хочу пожелать-то в этот день? Чтобы вы учились хорошо. Ну, следующие каникулы когда-то у вас будут уже скоро, поэтому вы там это особо-то не расстраивайтесь. И все, у вас будет хорошо, самое главное, учитесь хорошо, домашнее здание делайте. Но не забывайте смотреть бабушки на видео, потому что это очень важно для бабушки, очень важно. А еще, короче, начаток, а мне сегодня, знаете че, придут гости. А в честь этого давайте, короче, сделаем так. В общем, вы открываете комментарии, значит, и пишите, как вы думаете, кто сегодня к бабушке вечером придет в гости. Вот, но, знаете че, этот вот, так сказать, эти люди или человеки, а может быть монстры, а может быть человек, а может быть много человеков, короче, любят курицу. Поэтому, сейчас мы с вами, так, возьмем печку, сейчас мы курочку, короче, заложим. Вот, уголечка, значит, заложим. Так, где бы у меня место? А, давайте прямо вот здесь вот сейчас я вот одну елку срублю, потому что она мне не мешалась. Так, 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 так. И, знаете че, пока я, значит, вот это в печку все ложу, хотите, я вам расскажу про свою жизнь. Ну, вот как вот бабушка родилась, значит, кто у бабушки есть, там, братья, сестры, дочки, внучки, папки, мамки, короче, все, 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 так, вот, следующее дерево. Короче, ну, че-то, если вам это интересно, то тогда с вас обязательно лайкай и обязательно подпишитесь на канал. Так вот, короче, я, как и все, знаете, ну, я же не сразу это, сразу стала огромным монстром. Я была и маленькой, да, я была маленькой, и, между прочим, между прочим, между прочим, я очень всегда хорошо училась. Вот всегда хорошо училась, вы себе даже не представляете, как бабушка хорошо училась. И она была такая спокойная, такая вообще в школе, такая вообще такая вся, прям, это училась хорошо, туты-сюды. У меня, конечно же, была маманя. Вы знаете мою маманю? Нет, ну, вы по-любому знаете мою маманю. Она монстр. Вы ее по-любому слышали, вы по-любому видели. или, а кто не видел, обязательно откройте ролики, откройте ролики на бабушкином канале, и вы увидите мою маманю, вот, она монстр, она всегда была монстром, ну, естественно, естественно, не ваша мама твоя одна не может быть, у меня, естественно, есть и папа, так вот, он, он, обычный человек, короче, почему его нету, почему он с маманей не живет, да, потому что он устал, вы понимаете, короче, она его пилил, 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 за то, что он, ну, короче, ну, они вот полюбили друг друга, короче, да, полюбили, значит, это все там, Она, значит, монстр, он человек, короче, тудым-тудым. Понимаете? Но вот, но все равно у них случилась любовь. Потом я, короче, родилась, вот. Но она его продолжала пилить. То он делает не так, то он делает не это, то он делает еще что-нибудь. Короче, он, знаете, что? Он говорит, все, я поехал. Мама не ему говорит, куда поехал? А он говорит, все, я поехал в путешествие. Поэтому, внучата, если вы хотите увидеть моего папу, то я даже сниму отдельно ролик про него. Но только вы должны вот это писать, а потом в комментариях. Да, хотим, вот. А еще, конечно же, я была не одна. У меня же есть еще два брата. Ой, они такие, знаете ли, какие ужасные? Они просто отвратительные. Они все время бабушку обижали. Вот я вам серьезно говорю. Они все время бабушку обижали. Бабушка-то была, что, раньше-то хлюпенькая такая, ничего не умела, ничего не знала, значит. И вот они этим пользовались. Бабушку все время обижали, обижали, короче. То над ней всякие подшучивали, то, значит, за косы бабушку драли. Знаешь, бабушки, какая, значит, коса-то была. Короче, вот. И все время что-то делали. Так вот. Так вот. Что я вам хочу сказать? Потом, когда бабушка повзрослела, она встретила деда. Естественно. Естественно, она, значит, встретила деда. Значит, все было по красоте, любовь там. А вы знаете историю-то? А вы знаете историю? Кстати. А вы знаете историю моего знакомства с дедом-то? Вот у деда на канале, который бабушка и дедушка охренели, вот там он рассказывает вообще все подробно, как мы познакомились, значит. Как мы поженились. Короче, все в этом духе. Поэтому обязательно туда тоже переходите. Там даже ролики смотрите. Так вот. Мы, значит, это все полюбили. Значит, все отудым-всюдым, короче, полюбили. И что вы думаете? Ну, конечно же, у нас родилась в Ренуле. Так вот. Так вот. Она сейчас учится. Она, типа, такая умная, такая вся такая продвинутая. Но она еще не узнает, кем она хочет стать. То ли человеком, то ли монстром, то ли пойти по моим стопам, то ли вообще заниматься какой-то благотворительностью, надеюсь, это не пойдет к ней. Так вот. Есть, значит, у меня два брата. Даже вы по-любому знаете роликов про братьев-то моих тоже же были. Кто не видел, то обязательно тоже посмотрите. Так вот. Они надо мной, значит, издевались. Но когда бабушка выросла, когда бабушка и познала искусство зелья варенья, вот тогда-то им было не забровать. А они у меня, знаете, что? И пукали, и чихали, и что-то, мяукали. И остолбенение у них было. И, короче, с кровати они встать не могли. Что такого у них нет? Бабушка, так сказать, на славу повеселилась. Потому что, знаете, что? Потому что бабушку обижать нельзя. Бабушек надо любить вообще-то. Обижать ни в коем случае нельзя. Так вот. И что вы думаете, сейчас они чем занимаются? Ну, короче, все, они уже взрослые, значит, я уже взрослая. О, тут угля не хватает. Нифига себе. Вот это поворот. Так. И вот. Ну, они, короче, занимаются. Один занимается бизнесом, а другой, хочу вам сказать, лоботряс. Да, именно так. А он вообще не работает, короче. Такой бестолковый. А у второго бизнес, короче. Он машины там какие-то продает. Такие-такие-то, какие-то прям новомодные тачки. Там какие-то у него салон красоты. Салон вот этих автомобилей. Короче, он там развился, у него денег столько. Но бабушке он никогда ничего не дает. Бабушке никогда ничего не помогает. Потому что, ну, что, бабушка над ними издевалась тоже. Потом, что, бабушка отомстила, так сказать. Поэтому в гости они ко мне не ходят. Я к ним не хожу. Я думаю, да идите вы все нафиг. Вот. Поэтому, ну, что-то. Если вам про папань, то интересно. Он путешественник у меня. Он объездил, короче, весь мир. Сейчас он очень старенький, да. Да. Но живет, я знаю где. Если хотите, если хотите. Вот прям хотите-хотите. Мы даже к нему в гости поедем. Только вы должны написать мне об этом в комментариях. И поставить тысячу лайков. Чтобы мы познакомились с моим папой. Поехали к нему в гости. И он вам сам все расскажет. Где он был. Почему от мамани ушел. Короче, вот. Моя мама иногда приезжает. Мост мне, значит, выносит. Значит, это тут-дым-сюдым. Но она мне все равно. Она же монстра. А я в нее. И я думаю, она вот это тоже все. Вот это любезелье варенье. Там вот эти всякие ужасы, кошмарчики. Это вот она мне спец по этим делам. Поэтому, если что, это я в нее. Так вот. Как бы так сказать, от молодости я, так сказать, вам рассказала. Как я в школу ходила. Как замуж вышла, как вот с дедом живем. Как он мне иногда бесит, что я мог этого прям так треснуть, что просто капец. Ну, ничего, ничего. Все равно. Только вы ему не говорите. Вы ему не говорите. Все равно я его люблю. Потому что, ну, какой бы он ни был, все равно он мой дед самый любимый. И сам я его никогда не брошу. Да. Вот. Вот. А еще знаете, что? По секрету скажу. У меня же есть сестра. Да? У меня есть сестра. Только она не монстр. Представляете, она точь-в-точь, как я, выглядит. Вот прям выглядит один в один. Но она человек. Представляете, колдовать не умеет. Ничего не умеет. Короче. Зельки варить не умеет. Сзади чем она занимается? Она занимается огородами. Да. Она любит садить врач помидоры, огурцы, арбузы, дыни. Селекционировать груш с яблоками и вишню со сливой. Короче. То дым все дым. Что-то делает. Короче. Она селекционист. Вот. Вот такое слово. Поэтому, внучата, если вы хотите познакомиться со всей моей семьей. И чтобы бабушка выпустила ролик про всех своих родственников. Чем они занимаются. Показала. Где живут. Чем она, так сказать, дышит. Вы мне пишите об этом в комментарии. Набирайте тысячу лайков. И пишите просто в комментариях. Да, хотим. И все. И бабушка ваше желание выполнит. Так. Ладно. А я сейчас у меня там курочка поджарится. Вот. Вы не забывайте написать, кто ко мне в гости сегодня придет. И вот. Если вы правильно угадаете, короче. Я ваш комментарий поставлю к себе в видео. Вот. Поэтому обязательно пишите и угадывайте. Так. А я пошла сейчас курицу доставать. Стол накрывать. А вы обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А бабушка с вами прощается. Всем удачи. Всем пока. Пока.